Ученый Казанского федерального университета Айрат Хамзин разработал теорию, позволяющую определять уровень загрязнения льда. Исследование опубликовано в журнале Королевского химического общества «Физическая химия. Химическая физика». Свойства воды в жидкой и твердой фазах до конца не изучены. Вода имеет аномальные свойства. Лед состоит из молекул воды, которые скреплены между собой водородными связями. И именно наличие этой водородной связи определяет очень многие аномальные свойства как воды в жидком состоянии, так и воды в твердой фазе леда. Лед, помещенный в электромагнитное поле, поляризуется. В нем под воздействием поля происходят процессы смещения или перемещения электрических зарядов. После выключения внешнего поля начинается диэлектрическая релаксация, постепенное уменьшение поляризации диэлектрика. Трактически значимый результат заключается в том, что если протонный механизм электрической релаксации, то есть за счет посредственного института, оказался возможен только в системах, которые более-менее чистые. То есть очень мало примесей. Работа ученого КФУ позволит определять уровень загрязнения дистанционно. На основе этих результатов, в принципе, можно попробовать как-то реализовать так называемые бесконтактные методы регистрации, что ли, чистоты, значит, льда. Потому что диэлектрический метод можно применять в качестве дистанционного зондирования. То есть направлять электромагнитное излучение, то есть большие расстояния на пройдет. И потом, обратно получая отклик, это видеоэлектрический метод, регистрировать тонную энергию. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.